Здравствуйте! Телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Иванов Олег Борисович, председатель комиссии по местному самоуправлению и информационной политике Общественной палаты Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Олег! Расскажите, пожалуйста, вы сами выбрали тему сегодняшней нашей беседы, и она сейчас как-никак актуальна. Ситуация в нашей соседней стране, в Украине. Да, я думаю, что никого из граждан России ситуацию в нашей братской не оставляет равнодушным. И я думаю, что нам следует поговорить о ситуации на Украине, потому что я в марте выезжал в Крым и наблюдал на месте, как происходит воссоединение Крыма с Россией. Потом мне еще на следующую неделю после возвращения из Крыма повезло поехать в Страсбург на заседание одного из структурных подразделений Совета Европы и пообщаться там и с украинскими нашими, ну, в кавычках, товарищами, и с представителями Западной Европы, западных демократий. Поэтому, безусловно, ситуация на Украине, она очень важна и для нас. Она приносит как положительные, так и отрицательные стороны для нашей страны. С одной стороны, начиная с 1991 года, Россия прирастает к какими-то территориями, которые исконно были в составе нашего российского государства. Это безусловно... Можно даже сказать Российской империи. Ну, Российская империя, Российская империя и до 1917 года, Советская империя и после 1917 года. К сожалению, потеряв, ведь империи же мы часто обзываем друг друга там империалистами, особенно в советские годы это было популярно обзывать там американцев или Западную Европу империалистами. На самом деле, есть положительные... Мы сейчас и в свой адрес слышим, что у нас имперские замашки. Ну, вот, ничего так... На самом деле, есть и отрицательные, и положительные стороны в такой организации государства, как империя. Особенно для стран с большим количеством национальных народностей и наций, которые проживают. В отличие от некоторых национальных или националистических государств. Как раз конкретный пример это Украина. С одной стороны, есть, ну, так называемые, титульные, что ли, нации, это украинцы. Есть, безусловно, другие нации, русские в первую очередь. Ведь в Крыму более 60% это все-таки русских. И начиная с 1991 года Украина пыталась этот регион украинизировать. Вот, когда я был в Крыму, многие жители Крыма говорили в качестве негативного отношения к Украине, к украинской политике. То, может быть, для нас это звучит достаточно смешно, это то, что телевидение, радио, кинофильмы в кинотеатрах шли на украинском языке. Там говорят все на русском, там многие русские, да, наверное, и жители украинцы по рождению, они, может быть, до конца-то и не умеют говорить на их родном украинском языке. То есть, фактически шла украинизация этой территории. Другое дело, что в связи со слабостью украинского государства в 90-х годах, в 2000-м, им это и не удалось сделать. И примеры уже поздней, после воссоединения России и Крыма на юго-востоке Украины это показывают. Хотя, если мы посмотрим Майдан тот же в Киеве, и те события, которые были в конце прошлого года, январь-февраль этого года, то основная движущая сила это молодежь, это те люди, которые выросли уже или родились, или выросли и были воспитаны уже, когда Украина стала независимым государством. Я вас перебью на минуточку. Наша тема сегодняшнего эфира сразу заинтересовала телезрителя, и у нас звонок в студию. Здравствуйте. Представьтесь, задавайте свой вопрос. Уважаемый Олег Борисович, меня звать Лидия Васильевна. Нас интересует вопрос. Вот принял закон об оплате за капремонт в сумме 7,30 за квадратный метр. Но при этом не было учтено, что жильцы живут в разных условиях. Мы живем в Хрущевке, нет лифтов и мусоропровода. Как нам заявил на собрании 30 марта главный инженер ЖКХ, на наши деньги в первую очередь будут менять лифты. Мы их не ломаем, на лифтах мы не ездим. Кто живет в высотках, тот пусть и оплачивает за ремонт лифтов и за мусоропровод. Просим вас вмешаться вот в это дело. Я понимаю, ну давайте я уж отвечу, хотя, конечно, абсолютно не по теме вопроса. Дело в том, что я еще и руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Московской области. Поэтому, может быть, люди тоже задают вопросы определенные в сфере ЖКХ. Хотя, если мы начнем отвечать сейчас по вопросу ЖКХ, это очень болезненная тема. Я думаю, что отдельно мы обязательно встретимся по проблемам ЖКХ. Эфирм именно тематически. Да, здесь проблема в чем заключается? А 7,30, плата за капитальный ремонт, она вводится действительно с 1 мая этого года и оплачивает собственник любой квартиры. Причем сейчас, на самом деле, если мы говорим о Хрущевке, где в ближайшее время необходим капитальный ремонт, фактически оплачивают жители более новых домов. Так что, не совсем мне понятен пессимизм, звонивший товарища. Дело в том, что вы как раз не накопите необходимую сумму на проведение капитального ремонта. Что касается лифтов, ну, если это Хрущевка, то ни о каком ремонте лифтов не может идти и речи, потому что его нет физически, поэтому невозможно оплачивать того, чего нет. То, что вы накапливаете, будет как раз идти на капитальный ремонт общего имущества. То есть, это фасад, это крыша, это подвалы, ну, вот, то есть, то, что относится к общему имуществу и так далее. А я хотела бы вернуться. Вы сказали, что вы находились в Крыму и были там во время референдума. Очень многие подвергают сомнению результаты референдума, не признают, его не считают правомерным. Расскажите о тех настроениях, как проходил референдум и ваше видение ситуации изнутри. Да, мы там были с нашей коллегой в качестве наблюдателя от России с 14 по 18 марта. В день референдума 16 марта мы находились непосредственно в Севастополе, объехали, наверное, штук 20 различных избирательных участков. Кроме этого, в другие дни мы успели побывать и, само собой, в Симферополе мы туда прилетали, в Бакчисарай, в Ялсе, и везде мы разговаривали с людьми, и нам было интересно мнение местных жителей. Что касается референдума Севастополя, вот, непосредственно, 14 марта, Ну, я должен сказать, что это для жителей Севастополя величайшее историческое событие. Я не видел, наверное, видел один раз такие счастливые и одухотворенные лица, наверное, на кадрах кинохроники 9 мая 45-го года. Вот, именно, вот, мне кажется, именно такое настроение было у севастопольцев 16 марта, когда этот референдум проходил. И ликование было 18 марта, когда в Кремле происходила встреча президента Владимира Владимировича Путина с премьер-министром Крыма и мэром Севастополя, с депутатами, с членами правительства и так далее. Когда осталось подписание. Да, 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 подписание договора между Россией, Крымом и Севастополем, ну, трехсторонним, можно сказать. Это на больших экранах показывалось на главной площади Севастополя, и люди ликовали, были счастливы. Ну, а что касается, я же потом еще и Страсбург съездил, действительно, и нас там осудили, и агрессором обозвали, и что произошло, аннексия Крыма, и так далее, и там подобное. Я сразу хочу сказать, мы, по большому счету, не видели там военных, так называемых, зеленых человечков. Вежливых. Вежливых военных. Да, вежливых людей. Где это прям бренд сейчас начался такой. По крайней мере, на избирательных участках. На избирательных участках была исключительно милиция. Были, конечно, блокпосты на въезде Севастополь. Досматривались и то далеко не все машины, ну, в первую очередь, чтобы не было провокаций. Многие боялись и ждали каких-то террористических актов и провокаций от соответствующих политических сил со стороны Киева. Но все прошло тихо, мирно. И я думаю, что действительно это великое событие. И мне посчастливилось в них принять участие. Я пообщался там с многими людьми. Но подавляющее, ну, подавляющее большинство людей, местных жителей воспринимали это как вполне исторически важное и объективное событие. Готовы ли крымчане, севастопольцы сейчас пройти через временные трудности для того, чтобы потом что-то приобрести? Как мы знаем, им воду перестали подавать? Воду отключили, проблема с передвижением на железнодорожном транспорте, проблема с получением виз, в том числе и страны Западной Европы. Я думаю, что это все временно. Я думаю, что вполне, ну, в том или ином виде это можно решить. Да я думаю, что они понимали, что не так все гладко могло пройти. Самое главное, что это прошло без крови, без каких-то военных действий. А все остальное вполне может наладить. Нельзя вернуть человеческую жизнь, а я думаю, что можно прорыть там и каналы какие-то, и артезианские скважины, и мост построить, и так далее. Вот мы сейчас как раз заговорили о человеческих жизнях, и мы все видим то, что происходит на юго-востоке Украины. Как вы это прокомментируете? События, конечно, печальные. Напоминает военную хронику уже? Да, безусловно. И причем, что с одной стороны, что с другой, льется какой-то бесконечно непонятный объем информации. И совершенно непонятно, в чем же объективная ситуация. Ну, нужно, наверное, посмотреть на то, что по своим определенным критериям жители Западной Украины существенно отличаются от жителей Восточной Украины. Во-первых, это исторически Западная Украина находилась в составе других государств. А Западная Украина, что скрывать, поддерживала различные националистические организации, которые сотрудничали с фашистской Германией. И там вот такое движение... Ну, все равно, скажем так, что на всю Западную Украину пару тысяч националистов, а остальные-то люди нормальные. Я думаю, что вот такая ненависть к России. Вы посмотрите, что... Здесь разжигается, конечно, у нас же идет еще информационная война. Потом, ведь Западная Европа и США большие деньги вложила в то, чтобы сделать привлекательной свои страны, свой образ жизни. Россия ведь практически не принимала никакого особого участия во взаимоотношениях, налаживания каких-то культурных связей между Россией и Донецком, Харьковом, Киевом, в конце концов. Это наша ошибка, это наша беда, это наша вина. Ну, тем не менее, люди, которые жили в советские годы, но они имеют некоторый другой все-таки склад. Жители Восточной Украины, они тесно перемешались. Но они 70 километров от России находятся и 600 километров от Киева. Да, там и общие родственники у них, многие из них работают в России, многие живут. Поэтому они тесно, конечно, связаны с Россией. И сейчас Украина состоит на пороге очень сложных и трагических событий. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но раскол идет в головах, в первую очередь. Те, кто хочет на Запад и те, кто хочет остаться с Россией, со своим образом жизни, со своей верой. Западная западенция, так называемая, у них другая религия все-таки. Они говорят на своем украинском языке. Да, можно разговаривать у нас в стране, говорят на очень многих языках. Только дело в том, что никто на друг друга не нападает при этом. Да, конечно, язык это еще не все, но тем не менее, это необходимая составная часть собственной культуры. Если человек говорит и думает на русском языке, то он, конечно, в первую очередь будет читать русские книги, русских писателей, будет смотреть русское телевидение. Да и просто общаться между собой на русском. И обучаться хотел бы, чтобы его дети обучались тоже на русском языке. А высказывания Ирины Фарионов вообще просто поражают. Да, уничтожение. Вот эти видео с ютьюба, где она говорит, ах ты Машенька, так иди, пожалуйста, Машенька, там где тебя так будут называть. Ну это я в мягком пересказе. Ведь не так и сильно многого просит юго-восток Украины. Это определенную политическую самостоятельность. Избирать собственную власть. Губернатор назначается, главы районных администраций назначается, местное самоуправление реального на Украине, как не было, так и нет. Культурная автономия. Насколько я понимаю, что они не хотят делиться своими доходами? Экономическое в том числе. Причем здесь может идти речь как о федерализации, то есть о создании федеративного государства. А может идти речь о том, чтобы не создавать, например, федеративное государство, а создать, оставить унитарное государство, но с сильными автономиями. Сильная автономия. Это так называемые автономные сообщества или регионалистские унитарные государства. Это, например, Испания, Италия. Они формально унитарные государства. То есть там нет деления государства на государственно подобное образование субъекта федерации. У них нет определенных атрибутов государственной власти. Где же США и Россия делятся на федерации? Да, да, да. И вполне тогда мы могли бы говорить о том, что это существенно успокоило бы жителей. Ну, какие-то уступки, какие-то переговоры надо вести. Ну, вот пытались мы договориться. В Жене было заключено соглашение четырехстороннее между Россией, США, ЕС и Украиной. Ну, вот сегодня характерный пример, что они не выполняются и, по всей видимости, называется антитеррористическая операция. Ну, реально, это военная операция, потому что там принимают участие военные со стороны Украины. Говорят о том, что Украина не готова выслушивать мнения жителей Юго-Востока. Причем мы даже не говорим о тех людях, которые создали Донецкую Народную Республику. Есть официальная даже власть. Это Донецкий областной совет. Может быть, о нем он не столь известен, но это традиционная власть, которая существовала в Донецкой области. Они сегодня выступили с заявлением в адрес Киева, с предложением начать срочные переговоры, рассмотреть вопрос со статусом этих составных частей Украины и отвезти войска. Это сейчас, мне кажется, самое главное. Если не разоружить, то, по крайней мере, отвезти, как называют в Донецке, эти незаконные бандформирования, национальную гвардию, которая фактически формируется из соответствующих националистических организаций. Вопрос у нас есть для телезрителей. Ваш прогноз, разоружат ли новая киевская власть правый сектор? Однозначно нет, потому что они пока поддерживают правый сектор. Правый сектор не то, чтобы это какая-то конкретная организация, это совокупность многих политических организаций, это совокупность людей с такими националистическими взглядами. Это основа, это политическая, социальная основа нынешней власти в Киеве. Я даже сказала, не основа, а опора на данном этапе, потому что опора-то нет никакой, кроме... Военные не хотят воевать. В Крыму они показали, что и большая часть-то осталась и перешла... Мы то же самое видели изначально и при первом штурме Юго-Востока, когда экипажи... Да, перешли, они не готовы стрелять, ну это по большому счету преступление, военные не должны стрелять в собственных граждан. У военных совершенно другие задачи. Это участие в военных действиях против внешнего врага, но не внутреннего. Сегодня уже президент задавали вопрос по поводу санкций. Я хотела бы и с вами это обсудить. Вы, во-первых, были как раз там, где эти санкции пытались предъявить. И скажите, пожалуйста, вот в каком ключе могут подействовать эти санкции на обыкновенных жителей нашей страны? Насколько они опасны? Насколько они дальше будут продолжаться? Да я, честно говоря, не вижу особых серьезных каких-то последствий для наших жителей. В первую очередь идет о санкциях, они имеют скорее политический характер. То есть они в отношении, не всей страны, а в отношении отдельных руководителей российского государства. Ну, в некотором смысле могут уменьшиться кредиты, капиталы в российскую экономику. Ну, может быть, это даже и неплохо. Это с другой стороны подстегнет нашу страну к тому, чтобы находить силы внутри своей страны. А с другой стороны у нас рядом очень серьезный партнер. Это Китай. Это основной партнер, например, США. Я думаю, я бывал в Китае, во многих городах, и вижу, как динамично развивается китайская экономика. Несмотря на коммунистический строй. А он совершенно не мешает, он даже помогает развитию рыночной экономики. Кстати, рыночная экономика при совершенно таком, как говорят на Западе, недемократическом режиме. Кстати, ну, в Пекине в конце 80-х годов, когда местная власть подавила восстание студентов на площади Таньаньмень, ведь никаких особых таких последствий для Китая-то не было. В отличие, кстати, сравнить Китай и Киев, например. Здесь немножечко другая геополитическая расстановка сил государства. Да, Украина важна не сама по себе. Поле битвы Украины. Это между блоком НАТО и страной, независимыми взглядами, с определенным непониманием и нежеланием вливаться в западную, подстраиваться под западный образ жизни. Часто бывает, честно говоря, в Западной Европе. Сегодня Обама, например, объявил, что Россия не соблюдает Женевские соглашения. Ну, честно говоря, ничего, доказательства у Обамы как не было, так и нет. ОБСЕ, мы поддерживаем же ОБСЕ, который направляет туда наблюдателей, но они тоже не нашли никаких конкретных доказательств, что там наши военные действия. Если бы там были наши войска, я думаю, мы были бы уже за Киевом, так что очень сомневаюсь в этом. Может быть, российские граждане там и есть, но добровольцы, не более того. Сторонники, например, национал-большевистской партии. Просто в свое время Лимонов со своей национал-большевистской партией активно этой темой занимался. Кстати, в 93-м году сторонники НБП, члены НБП Лимонову вывесили в Севастополе с башни плакат «Севастополь, русский город». И за это попали в тюрьму в Донецкой, Харьковской областей. Вот у этих групп была сильная поддержка. Еще с тех годов шла речь о том, что многие люди были недовольны тем, что их территория одномоментно перешла в состав другого государства. А сейчас, тем более, по сравнению с Украиной и с тем беспределом, который творится на Украине, очень многие реально, действительно хотят состав России. Либо хотят, чтобы, по крайней мере, Россию не делали врагом, чтобы были нормальные политические, экономические, культурные связи между нашими странами и между нашими народами. Мы теперь можем открыто заявлять, что Севастополь — русский город. И мне хотелось бы узнать, какие-то перспективы межмуниципальных отношений в Севастополе и Московской области рассматриваются в перспективе? Да, безусловно. Первое — это то, что мы обратились к премьеру-министру Крыма Сергею Аксенову с предложением, чтобы наша организация, которую я представляю, — это Ассоциация муниципальных образований Московской области, совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований, куда входят все советы муниципальных образований регионов, оказали помощь власти Крыма, правительству Крыма в реализации на территории Крыма 131-го федерального закона, закона о местном самоуправлении Российской Федерации. Им придется, конечно, существенно изменять и свое законодательство, и осуществлять реформы по различным направлениям деятельности, в том числе и в сфере местного самоуправления. Как я уже говорил, там власть, по крайней мере, исполнительная, она назначалась. Это, кстати, тоже очень существенное было недовольство со стороны как элиты крымской, так и со стороны простых жителей, потому что очень часто не учитывалось мнение местных жителей, автономная республика Крым, когда-то она действительно реально была автономной, но начиная с середины 90-х годов, и чем дальше, тем больше, она все теряла свой статус автономии. И это стало одной из причин того, что крымчане вот так вот в массовом порядке проголосовали за объединение с Россией. Например, по-моему, я боюсь сейчас ошибиться, либо в Севастополе, либо в Крыму есть Ленинский район, и есть какие-то договоренности о том, чтобы наш Ленинский район и Ленинский район новых приобретенных российских земель стали побратимыми. Много ли таких вот инициатив на местах происходит? Действительно много. Мы еще в марте, у нас было несколько делегаций из Московской области в Крым, и мы налаживали взаимоотношения с рядом городов, у нас и постоянно есть связи между городами Подмосковья и городами Крыма. Губернатор Московской области уделял и уделяет очень серьезное внимание налаживанию экономических, культурных и так далее, уже межрелигиональных отношений между нашими регионами. И вот летом уже у нас достаточно большая группа наших детей, из малообеспеченных семей, поедут в Крым, в детские санатории, в пионерские лагеря за счет областного бюджета. И мне кажется, это достаточно существенно. Удивили пересмотреть программу, чтобы вписать туда лагеря Крыма. Ну, там конкретно-то не нужно прописывать было программе. Это решают уже конкретные исполнители, то есть соответствующие министерства, в данном случае министерства образования. Между нашими странами, между нашими регионами налаживаются действительно очень хорошие взаимоотношения. Вы там были буквально в марте. Скажите, пожалуйста, я так думаю, что туристическая мега Крыма еще не превратился. Там не так, может быть, хорошо, как на курортах Европы. А вы бы поехали с своей семьей отдыхать в Крым? Я ездил в Крым. Причем я в Крым прилетел из Сочи. Я был в составе делегации от Московской области на Паралимпийских играх. Ну, конечно, по сравнению с Сочи, инфраструктура несколько иная. Действительно большое количество, ну не то что разрушенных, но потрепанных санаториев, гостиниц и так далее. Мои знакомые говорят, это вот такой совдеп. Да, очень похоже, но я вас уверяю, что в ближайшие несколько лет, ну в этом есть и свой плюс, то что там нет какого-то такого навязчивого сервиса, который есть в Турции. Я, например, был в Турции один раз и в Египте еще один раз. И решил, что вот в эти страны я не поеду по определенным причинам. Лучше я и с большим удовольствием я буду ездить по нашей собственной стране. Крым, не знаю, север. Байкал, Карелия, в конце концов, какие красивые места. Беларусь, как ни странно. Минск один из моих любимых городов, хотя я всю Западную Европу объездил, потому что там чувствуется отношение очень доброжелательное к нам, к русским. Поэтому очень приятно ездить и в Беларусь, и в Крым. Ну а что касается, опять же, побротимских связей, мы сейчас, по известным причинам, наладить побротимские связи с городами Юго-Востока и Украины, наверное, невозможно. Там должна как-то устаканиться ситуация, мы очень на это надеемся. Ну все за них очень переживают. Да, но нам нужно наверстывать то, что мы потеряли за эти годы. Нам нужно налаживать нормальные культурные связи между нашими городами, между нашими странами, между нашими народами. Я думаю, что мы сейчас наладим такие побротимские связи с некоторыми городами Приднестровской республики. Будем верить, что все будет везде хорошо. Я благодарю за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо, прощаемся с телезрителями. До свидания. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.